А в Усть-Каменогорске продолжает голодовку пенсионер. Акция протеста длится уже 14 дней. Пожилой мужчина пьет только воду. Протестант добивается возобновления, расследования гибели его единственного сына. Однако результатов акция протеста пока не принесла. Владимир Тарасов, начавший свою голодную акцию протеста две недели назад, заметно похудел. Вместе с ним на площади в центре города постоянно находится его жена, которая намерена сменить супруга, если тому станет плохо. Таким образом, пенсионеры пытаются добиться нового расследования по делу о смерти их сына. Мужчина год назад, по версии полицейских, погиб в результате взрыва котла в бане. Однако родители уверены, что их сына убили конкуренты по бизнесу. В первые дни голодовки прокуроры и представители Акимата пробовали договориться с протестующими. Однако теперь, по словам пенсионеров, на них просто не обращают внимания. Между тем, в субботу Владимир Тарасов потерял сознание. Полицейские вызвали скорую помощь, но от госпитализации мужчина отказался. Мы и администрацию президента предупредили, что мы вынуждены будем выехать в Астану. Валентина Федоровна перед администрацией президента выйдет на колени и голодовать будет, а я перед зданием прокуратуры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...